Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. И вот так Ольга Николаевна необходимо начинать каждый день. Это чрезвычайно полезно для суставов и снабжает жизненно важные органы свежей кровью. Спасибо, Андрей Евгеньевич. А теперь бегом на ФГС. Ну а вы чего прохлаждаетесь? Андрей Евгеньевич, вы так хорошо танцуете. Доктор Чернаус, я не танцую, я работаю, а вы бездельничаете. Что вы стоите глазами хлопаете? Немедленно возвращайтесь на свои рабочие места в ритме вальса. Раз, два, три, раз. Варюш, это тебе. Дурак. Спасибо, очень красивый. Слушай, здесь на Никитской ресторанчик французский открылся. Может, поужинаем вечером? А, понятно. Держи. Ты чего? Ничего не получите. В смысле? Ты думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь? Цветы, ресторан, ты такая классная. Может, продолжим? Я тут живу недалеко. А наутро еще одна галочка в твоем списке, да? Варя, я вообще-то впервые за три года девушке букет дарю. Да какая разница? Просто я тебе сразу хочу объяснить, что у нас ничего не будет. Не понял. А почему такая категоричная? Долго объяснять, Романенко. Не будет и все. А, ну, не зарекайся, Варя. Сейчас не будет, а завтра будет. Ты не понял, Романенко. Ни завтра, ни послезавтра, никогда. Да. Вот как. Может быть, поспорим? О чем? О том, что мы с тобой переспим. Очень скоро переспим. Пациент, Колчин, это что такое? Я же вам сказал выпить таблетки еще до завтрака. Почему вы не следуете указаниям вашего лечащего врача? Это же серьезно. Я вам выписал. Ранитидин, метронидозол. Молодой человек, я пить таблетки не собираюсь и даже не уговаривайте. Всю жизнь уринотерапия. Я и начал, я и продолжу. Что? Уринотерапия? Да, да, да. Я буду лечить свой организм собственной энергией. Даже для этого арбуз купил. Что это за чушь? Какая уринотерапия? На дворе 21 век. Это же в конце концов не научно. Пусть не научно. Пусть не научно. Зато за свои 50 лет я первый раз попал в больницу. Может быть у вас просто организм сильный. А почему? Да это бред. Я вам авторитетно заявляю, что уринотерапия есть не что иное, как самообман. Никаких таблеток я пить не собираюсь. Только свое. Хорошо. Туз! 21. Это сам виноват, что у тебя деньги кончились. Так, кто здесь баландин? Я. А вы что, в карты играете? Ребят, у нас больница, у нас в азартные игры играть нельзя. А вы кто? Я брата пришел навестить, а он на процедурах. Я ему сока принес, фруктов. Лучше я завтра зайду. Садитесь, доктор. Партиечку сыграем, одну. Я-то? Да. Я что, дурак, что ли? Да одну, доктор. Да как так-то? Полторы тысячи как? Полторы тысячи за полчаса как? Ставки не я предлагал повышать. Давай еще играть. Я в долг не играю. В долг он не играет? У нас вообще играть запрещено, понял? Сиди здесь, я сейчас приду. И карты не убирай, понял? Варюша, я узнал, что в процедурке никого нет. Мы же пойдем по-быстрому похулиганим. Да отстань ты уже, у нас этого никогда не будет. Ох, не зарекайся, Варя, не зарекайся. Люба, тебе не показалось, что Варвара Николаевна сегодня какая-то уставшая? Да вроде нет. Как она так может? Вчера из меня все соки выжила, а сегодня уже с утра бодряком. В смысле? Варя, подходит ко мне на днях и говорит, Глеб, приходи ко мне вечером, поболтаем. Прихожу, даже разуться не успел. Она мне на шею бросилась. Глеб, я люблю тебя, я хочу тебя, возьми меня. Я говорю, Варя, ты чего? Успокойся, мы же работаем вместе. А она и говорит, Глеб, тебе же нравятся плохие девочки. И давай с него рубашку стягивать, ну как? А потом еще раз, прямо на работе в ординаторской. Представляешь? Вот совести у людей нет. Кошмар, человек в коме лежит. Они на соседней койке скрипят. И это потаскуха, еще потом людей лечит. Ужас, извращенка. Ну да, ужас. Так, где мой сок? Опа. Ну и через часик еще четыре куба. Внутривенно. Что стоишь, Левин? Пациент выгнал? Нет, Андрей Евгеньевич, я сам ушел. Ух ты, надо бы с ним проконсультироваться. Как сделать так, чтобы ты от меня сам ушел? Вон, видите, пьет. Судя по цвету, кальвадос. Нет, моча. Дело в том, что пациент отказывается принимать лекарства. Он, видите ли, сторонник уринотерапии. Человек безотходный, как я их называю. Андрей Евгеньевич, а что, если нам уговорить его этой своей уриной лекарства запивать? Так в чем проблема? Иди уговори. Так он меня не слушается. Я ему уже говорил, объяснял, даже с научной точки зрения. Тряпка ты, со всех точек зрения. Стой здесь, Ленин. Я Левин. Колчин, я так понимаю. Да. Быков, зав. отделением. Вот пришел поздороваться, а заодно и попрощаться. Не понял. Объясняю. В моем отделении лечат исключительно стандартными медикаментозными методами, от которых вы, собственно, отказались. А свою мочу вы можете и дома пить. Добавьте туда лимон и мяту. Будет называется урино-мохито. Очень должно бодрить. Так что, до свидания. А точнее так, прощайте, потому что в вашем возрасте без соответствующего лечения это как в ванне с крокодилом. Интересно, но по времени мало. Подождите, подождите. Что? Я согласен. Я согласен лечиться. Правила простые. Таблетки и уколы по предписанию. А вот мерзость вылейте, только не в себя. Зачем? Это ж сок. Сок? Сок яблочный. Этим вы таблеточки запейте. И рад, что познакомились. Вот и все, Левин. Все. Доктор Быков победил пациента лечиться нашими традиционными медикаментозными средствами. А у тебя какие-то проблемы с коммуникабельностью? Не умеешь ты пациентам подход находить? Вы, вы это зачем? Работа у нас такая, Левин. Врачи мы, да. Ох, тяжело тебе будет. Ох, тяжело. Нет в тебе стального стержня. Нету. Есть жвачка? Нет. Ни стержня нет, ни жвачки. Что ты за человек? Слушай, займи, штукарь. Лобанов, а ты другие какие-нибудь фразы знаешь вообще? Вообще знаю. Ну, тут просто такое дело. В общем, долго объяснять. Короче, займешь или тебе на меня наплевать? Штукарь, говоришь? Хорошо. Только есть одно условие. Говори. Скажешь Любе, что у меня большой пенис. Чего? Ну, что у меня там не просто орудие, а крупнокалиберное. Ну, зачем тебе? Слушай, я тебя же не спрашиваю, зачем тебе штукарь. И ты меня не спрашивай, зачем мне это. Логично. Ну, так что, по рукам? В принципе, за два штукаря могу еще Левину сообщить. Только Любе и только штукарь. Ты только там поаккуратнее, ладно? Ну, так, типа не взначай. Романович, не боись, все будет чики-пуки. Вот этого я и боюсь, Романович. Вот этого и боюсь. О, маркер. Большой. Как у Романенко. Хотя нет, у Романенко больше. Раз в полтора. Огромный, поняла? Как вспомню, так офигеваю. Ладно, пойду я. Так, Баландин, куда это вы собрались? Домой. Я же выписываю. Заведующий приходил. Заведующему, Баландин. Лишь бы выписать. Койку освободить. А я ваш лечащий врач. Я вас забочусь. И никуда вы не пойдете, пока не сделаете еще один анализ крови. Зачем? Зачем, зачем? Надо! Не спорьте с врачом. Галя. Так, Галя, сделать полный биохимический анализ. Проверить на ферменты, свертываемость. В общем, все, короче. И не торопитесь, Галя. Проверяйте тщательно. Так, Баландин. Пока ждем анализы. Партейку. Ну, вообще-то можно? Можно. Вот и отлично. Только играем моими, Баландин. Я сдаю. Три тысячи! Три! Три! Дет! Да, не прет вам сегодня, доктор. Но в любви точно повезет. Ты мне поговори еще! Ты... Тебя вообще выписали! Ты что тут остался? Вы же мне анализы назначили. Вот я и жду. И что? Занесу я тебе твои пятьсот рублей! Занесу! Романенко, в наше время этого как-то стеснялись. Не говорили никому. Да, по-моему, таких и не было раньше вообще. Сейчас вся больница только о вас и говорит. Ну так растем. Генетически развиваемся, Иван Натанович. Никогда не думал, что гомосексуализм развивается на генетическом уровне. Какой гомосексуализм? Ну, ваш, с Лобановым. Ведь вся больница говорит, что у вас чуть ли не свадьба скоро. Лобаныч! Почему вся больница говорит, что мы сладкие? Парочка светлый синих. Ты что там Любина говорил? Чего я наговорил? Нормально я все сказал. Как договорились, аккуратно намекнул. Ну, как ты намекнул? Огромный, поняла? Как вспомню, так офигевает. Да ты просто идиот! А че я-то? А кто? Теперь из-за тебя вся больница думает, что мы гомики. Отлично! Я гомик. Молодец! Слушай, я тебя когда первый раз увидел, тоже так подумал. Да пошел ты, а! Эх, Левин, Левин, не умеешь ты найти подход к пациенту. Андрей Евгеньевич, я долго обдумывал ваш поступок. Вы, вы... Вы, Хухоль? Вы мой кумир. О как! И ты, наверное, находишься от меня ребенка. Извини, я сейчас занят. Ну, может, вечер. Я хочу стать таким же, как вы. Левин, ты чего? Он герой. Кто герой? Быков герой. Быков это... Это гений. Он такой самоотверженный. Ты не представляешь, что он сделал ради пациента. Он самый лучший врач в мире. А что он сделал? Я не могу этого сказать, но это... Это очень круто. Быков супер-врач. Я хочу стать таким же, как он. И я стану. Лобанов. Я не гомик. Поздравляю. Ты зачем Баландину повторные анализы назначил? Проверить. Зачем? Я же сказал его выписать. А, блин, выписать. Андрей Евгеньевич, а мне показалось анализы проверить. Ну, сейчас выпишу. Отставить? Я не знаю, чем ты руководствовался, Лобанов. Логику я исключаю сразу. Но на этот раз твоя тупость помогла пациенту. Сомнительные у него анализы-то. Да? Да. Ну, я так и думал. Вижу, врешь. Но сейчас это не важно. Оставляем его в больнице. Продолжаешь лечение. Завтра посмотрим динамику. Значит, остается Баландин? Остается, да. Андрей Евгеньевич, займитесь ты еще. А зачем тебе? Это он Женя на подарок лянчит. Видать, сильно накосячил Лобанов, да? Да нет. Просто я люблю ее. Ну, хорошо. Жена это святое. На, отдашь, когда будет. Да, Романенко, а ты, оказывается, специалист по мальчикам. А мы с тобой недавно переспали. Как это могло получиться? Слушай, а может, не было ничего? Глеб. Или, подожди. Глебик. Да отстань ты. Ну да, да. Тот самый Романенко и ведь. А ты-то новость номер один. Тут и дальше. Дальше еще интереснее. Короче, переспал он сварит. Какая разница, когда? Ну и вот, переспал он сварит. И после нее на других баб вообще смотреть не может. Нет, ты представляешь, каким бревном надо быть в постели, чтобы от тебя мужик к другому мужику лежал. Ну и вот, теперь он с одним женатиком развлекается. У того баба, видимо, тоже бревно. Вот такая Варя. Ей мужиков вообще опасно пропускать. Она их всех гомиками делает. А это еще мягко сказано. Ох, Варя, Варя, что же ты с мужиками-то делаешь? Зачем же ты их в яму голубую кидаешь? Романенко, хватит. Никого я никуда не кидаю. Ну, может, и не кидаешь, но зная Любу, теперь все будут думать, что кидаешь. Блин, что делать? Мое предложение до сих пор в силе. Я хоть сейчас могу доказать, что я не гей. А я тебе хоть сейчас могу доказать, что моя коленка твердая. Думай давай. Не могу, я сейчас думаю о твоих коленках. Да ладно, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Андрей Евгеньевич, я хочу доказать вам, что вы ошибаетесь. Во мне есть стержень, и я готов дам... В общем, я тоже могу стать настоящим врачом. Таким же, как вы. Вот. Левин, не делай этого, Левин. Не, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну что, Андрей Евгеньевич? Я могу стать настоящим врачом. Теперь, Левин, я верю, что ты можешь стать настоящим врачом. Я бы никогда от тебя такого не ожидал. Я в шоке. А стержень? А стержень во мне есть, Андрей Евгеньевич? Да, Левин, и стержень тебе есть. Есть тебе стержень. Покруче, мы его стержнем будем. Стержень. КОНЕЦ 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 Вот такая молодежь у нас в отделении. Вот до чего докатились. Извиняюсь. Не останавливайся, я хочу тебя. Варя, ты меня так зовешь. Потрясающая женщина. Вот все, что я тебе только что говорила, ты забудь. Нормальные они оказались. Да, совсем нормальные. Так сейчас целовались, чуть зубы друг другу. Ещё. Ещё. Себе. Двадцать одно. Твою мать! Кузьмин, займи денег. Нет, доктор. Извините, но больше не займу. Ты как разговариваешь с доктором Кузьмин? Возьми телефон. Уже встречи. Кузьмин, купи телефон. Да отстань. Не ори. Кузьмин. Твою мать. Давай. Отчего ты, собственно, не работаешь? Да не подчиняются мне лифтеры, они вообще никому не подчиняются. У них мост лифт и инструкция. Тогда встань у них над душой и разговаривай с ним до тех пор, пока у них из ушей кровь не пойдет. Андрей Евгеньевич, ну как вообще разговариваешь с главврачом? Ого, таким противным голосом по 10 минут каждые полчаса и уверен к обеду лифт поправится. А, Лёбонька, у тебя что, сегодня день рождения? Ну-ка, давай быстренько глотай этот свой позор и ко мне в кабинет. Отметим по-взрослому. Это не день рождения, это годовщина. Ровно год, как от меня мужик ушел. Соответственно, ровно год, как у меня мужика-то и не было. Ну, извини, не знал. Прими соболезнования. Натаныч, а как насчет по-взрослому в кабинете? Понимаешь, с учетом новых обстоятельств, оставаться с тобой наедине в одном кабинете, ну, ты понимаешь, опасно. Трус. Зато живой. Если кто-нибудь скажет доброе утро, я его убью. Ты слышал, что жвачку придумали? Послушайте, Андрей Евгеньевич, не могли бы вы... дать мне какого-нибудь своего талантливого криворука, я бы его на прием посадил, а сам бы спать пошел. Ой, можно мне тоже? Можно тупого, но с руками. У меня сегодня перевязочный день, а больных, как дураков, на митинге. А чё бы, нет? Отлично. Тебе одного, и тебе одного. У меня даже настроение улучшилось. Так, доктор Ленин, как ты относишься к своему женщинам, наделенным маленькой, но безраздельной властью? С уважением, я Левин. Ничего, Ленин их тоже уважал, на одной даже женился. Поэтому вы идете к старшей медсестре, у нее сегодня перевязочный день. Поможете ей с манипуляциями. Андрей Евгеньевич, но я врач, а не медсестра. Как-никак, шесть лет отучился в медицинском. Левин, ты безмозглая инфузория, раздутая самомнением. Безрукий эмбрион с красным дипломом. Давай руки в ноги и помчался впитывать бесценный опыт Любови Михайловны. Лобанов идет к Купитману. Чего сразу к Купитману? Хороший вопрос. Купитман обязательно тебе его задаст. Чего стоишь? Хорошо, скажу на понятном тебе языке. Шевели пирогами. А вы, голуби мои, спускаетесь вниз в родильное отделение, где вас ждет роженица, которую необходимо осмотреть, опросить, установить срок и доложить мне. Все, гулия, полетели. Господи, сам бодрща прислал ведь. Перевязки делать умеешь? Теоретически, да. У меня высшее медицинское образование, красный диплом, Левин Борис Аркадьевич. Приступай, теоретик, практики. И без иронии, Любовь Михайловна. Эй, парень, ты чего это? Такой впечатлительный, что ли? Ты чего, ты крови боишься? Не-не-не, я просто не выспался. А крови-то ты боишься? Ничего, я не боюсь. На кого-то. Похрепни, грамм тридцать для храбрости. Я не пью, это вредно для головного мозга. Вредно для головного мозга в обморок падать. Ты головой акафельный пол. Пей. Вот. Какое-то странное ощущение. А у меня-то какое? Еще, еще не сделал. А я тебя уже пою. Ну, приступай. Действует, не боюсь. Еще бы. Это же чистый спирт. Итак, вы сегодня венеролог, Лобанов. Это такой врач, к которому с девяти до двенадцати приходят разные грустные дяденьки и тетеньки. Он смотрит в их печальные места и сообщает соответствующие новости. Что вы так морщитесь, Лобанов? Да не нравится мне у вас все это венерическое. Фу. Венерическое означает Венера и ниспосланное, Лобанов. Венера богиня любви. А больные наши от этой любви пострадавшие. Получается, что мы с вами чуть ли не жрецы. Жрецы Венеры и Асклепия. Ну, а теперь-то вам что не нравится? Это не нравится мне у вас все это венерическое. Фу. Да. Совеседник вы слабый, Лобанов. Поэтому ближе к делу. Сейчас осмотрите новых больных, потом стационарных. Идите с Богом. Глеб, нам нужно ее опросить и осмотреть, правильно? Угу. Значит, я опрошу, а ты осмотришь. Ну уж нет. Я туда беременной тетки лезть не собираюсь. Вот опросить опрошу. Скажите, а я вам не мешаю? Вы что, не видите? У нас здесь консилиум. Варвара Николаевна, если вы не научитесь уступать мужчинам, вы никогда не окажетесь на ее месте. Так что не спорьте со мной. Я опрашиваю, а вы осматриваете. Романенко, это не честно! А это мы сейчас узнаем. Скажите, пожалуйста, вам как удобнее, чтобы я вас расспрашивал или разглядывал? Не знаю, я вообще в туалет хочу. Как часто? Ну чего стоишь, давай осматривай уже. Так на чем мы остановились? Здравствуйте. Сюда вообще-то посторонний вход запрещен. А я вообще-то главврач этой больницы. Вы мне лучше скажите, когда вы лифт пустите. Сейчас все проверим, протестируем, убедим всем в исправности. И пустим. А это не так сложно, как показалось вначале. Ну, раз не так сложно, значит дальше без меня. Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Садись, садись ближе к голове, родная моя. Расскажи мне сказку, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идри, смотри. Слышишь? Ну-ка, 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 все, 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 помощище, давай, сворачивайся. Ну-ка, пошли-ка, пошли со мной. У нас вообще работать можно, дети письки, одни письки, целый день письки, письки, гонококки, реакция Вассермана, спирохеты, трепанемы. О, Николай, что тут у нас? Ну, все нормально, все чистенько, я вас поздравляю. Серьезно? Да. Огромное вам спасибо, доктор. Да нет, за что, вы что? Это вам. Так, Николаев, гонячок. Нет? Вот первый раз за день что-то приятное в руках держу. Счастливо, Николаев. До новых встреч. Скажите, а у вас сестра такая же симпатичная, как вы? Да. А сколько ей лет? Восемнадцать, а что? Это очень хорошо. Это значит, что она вступила в репродуктивный возраст, и с ней бы пора уже провести общую образовательную беседу. Возможно, в неформальной обстановке. Ой, да ну вас. Романенко, при чем здесь сестра? Ты спросил, бывают ли у нее отеки, тошнота? И вообще, перестань ее смешить, у меня вам все трясется. Товарищ фотограф, занимайтесь аппаратом, пожалуйста. Какой аппарат ты, а что он? Правда, отсюда очень на фотографы похожи. Все, Романенко, мне надоело. Меняемся. Ты закончишь осмотр, а я закончу опрос. Точнее, начну. Варя, успокойся уже, пожалуйста. Занимайся делом. Ой, а что там у меня? Воды, отошли! Глеб, у нее воды, отошли! Что делать? Что делать? Что делать? Бежать! Куда бежать? Ты же врач! Вы врач! Да вы что, с ума сошли? Я говорю, бежать в отделение. Все вместе надо. Двери открываются. А теперь закрываются. Слушай, странно, я же ничего не нашел. Так он же не работает. Кабина пустая, а прибор показывает, будто рояль перевозят. Да, Иван Натанович, зря я с утра ругал ваше отделение. Вот смотрите, чем меня одарил больной за то, что он здоровый. А, коньяк французский. Это хороший коньяк. Очень хороший коньяк. Добро пожаловать домой, мистер. А что это вы его туда ставите? Это же мой коньяк. Это не коньяк, Лобанов. Это произведение искусства. А вас к искусству близко подпускать нельзя. Как же? Ну, он же мой. Я же работал. Работали вы в моем отделении. Следовательно, я должен получить откат. А откат мой сто процентов. Тормозь ей. Слушайте, по-моему, мы застряли. Помогите! Мы застряли в лифте! Мама! Успокойтесь, дышите. Ничего страшного, мы сегодня застряли в лифте. Ой, кажется, у меня начались схватки. Помогите! У нас начались схватки! О, я в тебя перебинтовывал, как рука. Давай, давай. Кита, ты стоишь? Что выперся? Давай, обратно, не побывайся. Так я это, это, чуть-чуть спиртику сейчас выпью. Ну, ты что, как курочек-то? Тебя сейчас Быков увидит, ну, тебе голову оторвет. Быков? Ты безмозглая, инфузория, раздутая в самомнении, безрукий бреон с красным дипломом. Взял руки в ноги и помчался. Битва безданный опыт в любви Михайловны. Быков? Инфузория, значит, безрукая? А где он? Где он, а? А где Быков-то? Быков, это, я хочу с ним поговорить. Разошелся, чего тебе с тобой разговаривать? Нет, я ему все скажу. Он не имеет права так со мной обращаться. Быков! Иди спать, ложись. Я не хочу спать, слышишь? Я хочу разговаривать. Ты что, это, в первый раз, что ли, напился? Я не напился. И зачем вам коньяк за шесть тысяч? За сколько? Вот видите, вы даже этого не знали. И чтобы вы не чувствовали себя обделенным, Вот вам коньяк с чудесным названием «Коньяк». Коньяк? Коньяк? Что-то настроение у меня поднялось. Может быть, пойти поесть? Хотите со мной? Нет, спасибо. Ну, смотрите. Ну, купит, манну. Косомпи, коньяк, коньяк. Косомпи, коньяк, коньяк. Отдал. Вот это справедливо. Ну, то он опал. Откат у него сто процентов. Ты же что захотел. Андрей Евгеньевич, да она все равно орет. Что делать-то? Дышать. Да как дышать? Часто дышать. Пусть часто дышишь. Ты что, не часто? Да не временно они глухают. Еще чаще. Снимаем ограничитель скорости. И не волнуйтесь. У вас все вагон времени, пока не начались потоки. Едем вверх. Устало, начинься. Кто что видел? Никто ничего не видел. Ну, вот. Кто что видел? Ничего не видел. Ну. За науку. Конечно, завтра с девяти до двенадцати подъезжайте. Сделаем. Нужно примерно, ну, неделю. Я вас жду. Всего хорошего. Угу. Лобанов, Лобанов. Валя, уны, он лезет. Лобанов, у вас есть одна идиотская привычка. Вы судите о людях по себе. Вы никак не можете понять, что находитесь в месте, где все люди значительно умнее вас. Я не разрешал вам садиться. Где коньяк? В ординаторской. Что сказать надо? Сейчас принесу. Извините, сейчас принесу. Извиняться в нашем мире очень важно, Лобан. Идите. Романенко, я здесь. Романенко, во время потух ее нужно посадить. Какие нафиг потуги? У нас уже голова торчит. Моделируем аварийную ситуацию. Давай имитирую обрыв троса. Романенко, насколько показалась головка? По-моему, сантиметра на четыре. Все хорошо. Пусть продолжает дышать. Тогда головка появится полностью. Пусть ее. Торалу. Мама, я не хочу, не хочу. Ну вот, ловители сработали. Теперь должны автоматически открыться двери. Так, с подпами все хорошо. Романенко ничего не трогает руками. Теперь все в порядке. Хозяйка, за такую работу неплохо было бы и отблагодарить. Сейчас. Доставай свою. Подумаешь, заведующее отделение. Самодур! Клевин, ты что сделал? Это ты? А я думал, этот Быков нарисовался. Это напыщенный индюк. Ты зачем коньяк выпил? Спокойнее, Сеня. Я видел, там ценник есть. Вот, денежку приготовил. Триста рублей. Да. Кстати, очень вкусный коньяк. Будешь? Ты олень, Ленин? О, мы какие. А я выпью. Ну что я вам могу сказать, Лобанов? Вы только что обманули своего преподавателя на шесть тысяч рублей. Понимаете, о чем речь? Ну что, я вам теперь шесть тысяч должен. Я венеролог. Деньги у меня есть. Это означает, что теперь вы должны исполнить шесть тысяч моих желаний. Понятно. Что нужно делать? Все. Быков! Быков! Ты что орешь, Белсталыч? Ты где бутылку-то взял? Господи. Сейчас вас Быков увидит. Обоих поубивают. Кто? Он меня? Да я сам его. Где он? Быков! Тихо ты! Так, скажу, что ватками обнюхался, я и тебя в ординаторскую положила. Я ему все выскажу. Он передо мной извиняться будет. А если еще раз меня Лениным назовет, я ему вмажу. Потому что я мужик. Я мужик, слышишь? Быков! Тихо, тихо, мужик, мужик. Мужик. Ты мужик. Господи. Как же мужик мне тебя утихонеть-то? Ровно год назад от меня мужик и ушел. Отойди, женщина! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, и кто мне скажет, когда вы ошиблись? Когда роженицу в лифт закатили. Нет, когда документы в медицинский подавали. Все, валите домой, чтобы я вас сегодня не видел. Это все ты виноват. Слушай, да ладно тебе. Все же хорошо закончилось. Зато у нас есть теперь общий ребенок. Здорово. А это мальчик или девочка? Понятия не имею. Я вообще старался в ту сторону смотреть. Давай, пока. Пока. Я мужик. А я дура. Почему? Покачин. Ну, вставай. Мужик. Только вы, Любовь Михайловна, отвернитесь. Будьте добры. Будьте добры. Спасибо, доктор. Девушки отдыхают. Нет, это было полноценное соитие. Хорошо, а с кем? Не скажу. Я понял, у тебя комплекс неполноценности, потому что ты до сих пор девственник. В то время, когда уже все мальчики давно уже не мальчики, поэтому ты и придумаешь себе разнообразные соития. Я не девственник. Привет, мальчики. Привет, Варь. Представляешь, Левин вчера сексом в больнице занимался. Глеб, ну что за манера придумывать про людей всякие гадости? Извинись немедленно. Левин, прости, как я мог про тебя такое сказать? Не знаешь, что на меня нашло. Боря, а ты не давай себя в обиду. Ну, будь мужчиной. А я и так мужчина. Такой смешной. Варь, хорошо выглядишь. Может быть, вечером куда-нибудь. Отстань, а. А у меня вчера был секс. Левин, милый, послушай, я понимаю, что тебе хочется в мужской клуб. Ну, ты пойми, нельзя просто прийти и сказать, что у меня вчера был секс. Нужны какие-то доказательства. Какие доказательства? Не знаю, царапины, засосы, фотографии. Или трофеи какие. Какие трофеи? Ну, трусики, бюстгальтер. Что за глупость? Почему я вообще тебе должен что-то рассказывать? Здорово, пацаны. Привет. Привет, Семён. Представляешь, у Левина вчера в больнице был секс. Борис Аркадьевич, секс? Смешно. Доказательства, Левин, доказательства. Здравствуй, Андрей Евгеньевич. Так, давай только коротко, что у тебя? Кондиционеры. Сколько? В каждую палату? Нет, столько нет. А сколько есть? Нисколько. Слушай, ты сама говорила, если я возьму интернов, мол, ты всё для меня сделаешь, и я буду как сыр в масле кататься. Я тебя за язык не тянул. Где моё масло, я хочу в нём кататься. Быков, миленький, ну нет у меня сейчас кондиционеров. Нет, он в декабре обещает. Настя, включи логику. Нахрена мне в декабре кондиционеры? В декабре обогреватели нужны. Так, всё, разговор окончен. Ладно. Давайте, вот туда, в холодок. Это что ещё за... Это кто? Это Николай Семёныч. У него язвенный колит. Прошу любить и жаловать. Какой ещё Николай Семёныч? Быков, ты что делаешь? Не надо нервничать. У Николая Семёныча вчера была операция. У него давление скачет. А в палате жарко. А здесь хорошо и прохладно. Прошу прощения. Николай Семёныч, не надо извиняться. Здесь радоваться надо. Ведь заработал кишечник. И как врач вам говорил, сдерживаться не надо. Это очень вредно. Хорошо. Прошу прощения. Быков, ты что, с ума сошёл? Я здесь работаю. Ну вот, хорошо. Будете теперь работать вдвоём. Ты и кишечник Николая Семёныча. Настя, ну вот что мне делать? У меня в палатах душно, проветривать нельзя, пациенты простудятся. А кондиционеров у нас нет. Вот были бы, но нет, так нет. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Любовь Михайловна. Ой. Здравствуйте. Привет. Я к вам с просьбой. Я ж только за. Спасибо. Скорее всего, вам эта просьба покажется несколько вычурной, с какой-то стороны даже немного экстравагантной. Как меня заводит в интеллигентский бугнёж. Вы, конечно, можете отказаться, даже, скорее всего, так и будет, но я вас прошу отнестись с пониманием. Мне нужны ваши... ой. Левин. Да нет. Такое Романенко показывать нельзя. Ну так что? Ты говори. Ваши... истории болезней. Да. До свидания. Андрей Евгеньевич. А за что вы меня так ненавидите? Варя, это долгий разговор. Давай по делу. Зачем вы за мной Гордеева закрепили? Он же не хочет, чтобы его женщина лечила. А вы мне его специально дали. Нет, Варь, не специально. Хотя нет, специально. Кого я обманываю? Иди в палату. Он же меня выгонит. Ну, если он тебя выгонит, значит, и я тебя выгоню, и моя мечта осуществится. Вперед, доктор Черноус. Чего за сопли? Куда катишь, Лаванов? Вот, больной поступил. Здорово. Здорово. Как ночь прошла? Да как обычно, хреново. Достали все. Не спал? Не, а еще этот придурок он, посмотри. Говорит, положи мне в больницу с чем угодно. Любой диагноз. Для жены ему алиби нужно. Два дня пробухал. Деньги предлагал. Видать, небольшое. И я, раз в коридоре до сих пор сидит. Да говорить, стыдно не то, что брать. Больной, значит? Ну, всяко нездорово. Я его из приемного отделения забрал. Ну и с чем же он поступил? Эээ, инфаркт. О как! Круто. Сам диагноз ставил? Сам, сам. Ну что ж, раз такая тяжелая ситуация, клади его немедленно. Я скоро подойду, проверю диагноз. Чё, спалились? Да сын, спокойно. Лобанов зря деньги не берет. Главное, запомни эти симптомы. Ломит в груди, отдает в руку. Ага. Может, еще что-нибудь? Нет, нет, нет. Ну, главное, не перемудрить. А я тебе, сестричка, прямо скажу. Баба врачом работать не может. Медсестрой, санитаркой, кем угодно. Но врачом никогда. Ведь дня одна врачиха в госпитале так залечилась, что я аж к вам угодил. Что баба может понимать в медицине? Не знаю. Понятно, что не знаешь. Где мой врач? Как его фамилия? Черноус. Слава богу, мужик. Когда он придет, этот твой Черноус? Не знаю. Он сейчас занят. У него операция на сердце. Хирург? Хороший хоть доктор-то? Ну да, хороший. Он такой профессиональный, воспитанный, умный, красивый. Отставить красивый. Мне это не важно, лишь бы лечил хорошо. Он вас хорошо вылечит, очень хорошо. Честное слово, он уже с вашей историей болезни ознакомился и даже диагноз вам поставил. Калькулезный холецистит. Выдают, он же меня даже не видел. Выдающийся специалист. Я вас сейчас осмотрю, а потом пойду к нему в операционный, и он назначит вам лечение. Прям с операцией? Железный мужик. Про него все так говорят. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Вот, здравствуйте. Встаньте, пожалуйста. Так, хорошо, повернитесь. Так, то что надо. Как ваша фамилия? Куракина. Отлично. У меня гастрит. А, хорошо. Любовь Михайловна, где хранятся личные вещи больной Куракиной? В сестринской, в шкафчике. А тебе зачем? Это врачебный вопрос. Круто. Да, я вру. Но я же не преувеличиваю, а наоборот преуменьшаю. Ага. Здесь больно? Да. Здесь больно? Нет. Здесь больно? Да. Здесь болит? Не, неопределенно. Ага. Опишите характер боли. Ну, болит в левой части и в руку отдает. А боль острая или тупая? Острая. Острая? Нет, тупая. Тупая? Ну, такая, знаете, средней тупости. Что скажешь, Лобанов? По-моему, все очевидно. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, показана обязательная госпитализация. Молодец, Лобанов. Правда? Правда. Абсолютно верный диагноз поставил. Вот прям сходу раз и в точку. Ну, так глаз алмаз. Ну, на глаз полагаться не будем. Сделаем ЭКГ. ЭКГ? Обязательный ЭКГ, чтобы подтвердить твой диагноз. ЭКГ. Ладно, сделаем. Че, спалились? Так, не писаться мне тут преждевременно. Лобанов сказал, Лобанов сделает. Прошу прощения. Извините, не подскажете артиллерийское орудие семь букв последняя? Мортира или гаубица? Как вас? Николай Семенович, Николай Семенович, у меня сейчас очень важный разговор будет с Минздравом. Вы не могли бы на время остановить вашу артиллерийскую подготовку, хорошо? Конечно, конечно, я понимаю. Я постараюсь. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Да, это Анастасия Константиновна. Да, Кисигач. Я звоню по поводу нового рентгенаппарата. Нет, я понимаю, что 17-й гаубицы тоже хочет, но, Вячеслав Михайлович, у нас с вами такое взаимопонимание. Прошу прощения. Нет, это не у меня. Это, наверное, помехи на линии. Прошу прощения. Извините, пожалуйста, я вам позже перезвоню. Спасибо. Прошу прощения. После укола может немножко поняться температура. Ты-то не рассуждай. Врач назначил ему виднее. А то три недели. Меня врачиха в госпитале мурыжила. А толку ноль. Спрашивается, почему? Потому что баба врачом быть не может. Правильно. Вот черновус это врач, потому что мужик. Ну, веди дочка меня к нему. Знакомиться будет. С кем? С черновусом. Как его имя, отчество? Валентин Николаевич. Только к нему нельзя. Я ему только руку пожму и все. Должен же я познакомиться со своим врачом. Веди. Нет. К нему нельзя. Я лучше его попрошу, и он сам к вам придет. Музыка. 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 А кто она? Ну, настоящий джентльмен оставит имя своей дамы в секрете. Настоящий джентльмен трусы своей дамы никому показывать не будет. Ну ты хоть намекни, она из больных? Нет, она из здоровых. Значит, медсестра. А что сразу медсестра-то? Значит, сейчас какая-то медсестра ходит по больнице без трусов. Ммм, волнительно. Привет, Люба, как дела? Привет, пока не родила. Когда рожу, скажу. Че тебе надо? У нас есть больные с инфарктами? Полотделение. А кто конкретно? Ну, Хабибуллин, например. Хабибуллин. Дай-ка мне его историю болезни. Так, так, так. Ты че, жучара, делаешь? Спокойно, мать! Спокойно. Ну, куда ему? Три метра ЭКГ. Перебьется. В общем, зайдешь и скажешь, здравствуйте, я доктор Черноуз. Так, а он что? Ну, он будет жать тебе руку, говорить, что ты мужик, что ты молодец, что все бабы. В общем, ты его немного послушаешь, а потом скажешь, извините, у меня операция, и уйдешь. Так, ладно. А что мне за это будет? Я так и знала. Хорошо, высказывай свои грязные пожелания. Секс? Нет. Ладно, я не мог не попытаться, тогда кино. Кино? Ну да, я побуду за тебя доктором Черноуз, а ты сходишь со мной в кино. Хорошо, я согласна. Ну, кино про секс. Тут такая ситуация, просто безобразие какое-то. У меня вещи пропали. Какие вещи? Какие вещи? Мои вещи. Я начала собираться, а трусиков нет. Ну, я-то явно последняя, на кого можно было подумать, да? Ну, между прочим, ничего смешного. Это, это мои любимые, да и вообще, они полторы тысячи стоят, мне их муж подарил. Какая разница? Это мои вещи, я хочу их вернуть. Ну, не беспокойтесь. У нас так просто вещи не пропадают. Найдем. Как ваша фамилия? Куракина. 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 Где хранятся личные вещи больной Куракиной? Разберёмся. Ой! Ой! Что такое? Ой, что-то плохо мне. Жарко, грудь давит. Что-то напортачил твой доктор. Что он мне такое прописал? Здравствуйте, здравствуйте. Я доктор Черноуз. Что ты мне назначил, гад? Так, а что я ему назначил? Вера Шпирон. Вера Шпирон? А почему заплохела мне? А почему ему заплохела? Так бывает, реакция на препараты. Ну так бывает, это реакция на препараты. Что бы у тебя каждый день такая реакция была? Давай, делай что-нибудь, лечи. Так, ну надо... Антигистаминные. Антигистаминные. Капельницу с пятипроцентной глюкозой. И сейчас поставим капельницу с пятипроцентной глюкозой. Так, сестра, запишите всё, что я сказал, чтобы не забыть. А я, пожалуй, пойду, у меня операция. Это вот... Это вот мой врач. Один из лучших. Ну что ты, как пятилетний ребёнок. Если не помогает, увеличь дозу в два раза. Не только водки, ещё и перца. Что значит боишься? Иннокентий, в конце концов, ты лётчик-космонавт, хоть и резервист. Всё, давай. Сделал ЛКГ? Вот. А как же? В пылу, жару, как говорится. Что ты здесь видишь? Инфаркт. И всё? Здесь, как минимум, четыре инфаркта. Дистрофические изменения миокарда. Кардиомиопатия. Это сердце восьмидесятилетнего старика. Я вообще удивляюсь, как он жив. Немедленно возвращайся к нему. Немедленно! Галя, душа моя, сделай мне, пожалуйста, шприц с водой. С водой? Ну да, там такая простая болезнь. Всё нормально идёт. Всё хорошо. Сейчас он придёт. Ну что, живой? Живой. Это поправимо. Я был так поражён твоей научной компетентностью, Лобанов. Я для тебя взял дегоксин. Сердечный гликозит. Ага. Сильно действующее, редкое, дорогостоящее лекарство. Которое, вне всяких сомнений, вернёт твоего пациента к жизни. Вот угадай, что будет, если вколоть его здоровому человеку? Что будет? Очень плохо будет. Вплоть до остановки сердца. Но мы же с тобой не дураки. Мы же подстраховались. ЭКГ сделали. Диагноз подтвердили. Ну так кали. Ээээ. Что такое, Лобанов? Может, не надо? Ты не хочешь колоть лекарства? Ты хочешь, чтобы он умер? Ну почему, Лобанов? Почему? Давай. Я сам поставлю. Ставить? Вы что, хотите умереть? Ну я врач. Я не могу позволить вам умереть. Стойте, Андрей Евгеньевич, стойте! Не надо ему ничего оставить, он же здоровый! Ну, наконец-то, Лобанов. Долго же ты подержался. Деньги отдай. Пошёл вон. Скажите мне, доктор Лобанов, где вы сегодня проведёте вечер? На дежурстве. А завтра? И завтра? Левин! Я так больше не могу. Ответь мне, что за леди Инред. Не скажу. И вообще, хватит уже. Ты скучный и скрытный человек. Я тебя умоляю, скажи мне, кто она? Так, Левин, быстро мне объясни. Зачем ты украл у больной Куракиной трусики из её шкафчика? Чё ты вылупился? Дай сюда, извращенец! Левин! Молодец! Я так понимаю, вы здесь старший. Так вот, докладываю. Доктор Черноус ваш, извините за выражение, не доктор, а полное фуфло. Не удивлён. Чуть на тот свет меня и не отправил. А вот Варя, молодец. Целый день за мной ухаживала, лечила, как за родным ходила. А вот теперь удивлён. Значит, получается, что доктор Черноус плохой, а Варя хорошая. Так точно. Забавная ситуация. Можно тебя на секундочку? Подведём итоги. Раз пациент доволен, и Варя молодец, то она может идти домой. А плохой доктор Черноус остаётся на ночное дежурство. Ты же сама решай, кто ты. Варя или доктор. Это что? Кондиционер. Как просил. Так я не сюда просил. Я в палаты. Давай сегодня сюда, а в палаты завтра. Ты же сегодня ночью дежуришь. Ну да. Ну вот и отлично. Закатывайте. Прошу прощения. Ну что, вот сейчас вообще ничего страшного. Извините, пожалуйста. Подожди, я перезаряжусь. Это Свободовцы. Где кровосос? Вот. Вот. Ёлки, у меня кончились потвоны. Перезаряжусь. Девяносто три. Фу. Фу. Субтитры сделал DimaTorzok